Можем повторить. Помните, до объявления первой мобилизации такую эпично лживую надпись на заднее стекло автомобиля не лепил, пожалуй, только ленивый? И до известных событий многим действительно казалось, что они что-то там смогут повторить. Но, увы и ах, чудо не произошло, а наклеечки бесследно исчезли. И тем не менее, подвиг наших прадедов не забыт, и я с большим теплом в сердце хочу поздравить вас с этим великим праздником, который мы отметили на этой неделе. И очень хотелось бы пожелать мирного неба над головой, но не могу. Теперь это особо наказуемое деяние, поэтому просто с Днем Победы и... Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. А вот кто еще праздновал свою теперь уже официальную победу, так это вновь избранный президент России Владимир Путин. Инаугурация главы государства состоялась 7 мая и, как всегда, не прошла мимо казусов и некоторого количества странностей. Но самое интересное началось позже, когда закономерно посыпались указы. Тем же вечером, например, на сайте Кремля появился указ о национальных целях развития России. Согласно ему, жить к 2030 году мы должны до 78 лет, и это не обсуждается. Коэффициент рождаемости должен подрасти до 1,6, и это тоже не обсуждается. А вот жилье граждан должно достигать 33 квадратных метров на человека. И это не может не обсуждаться, потому как покупать его себе мы должны сами. А вот где мы возьмем на это деньги, указать в указе забыли. Нет, если, конечно, верить вице-премьеру Хруснулину, то обеспеченность жильем россиян сейчас как раз-таки на таком уровне, что составляет 27 квадратных метров на человека. Ну, то есть, если вас в квартире живет, допустим, трое, мама, папа и ребенок, то площадь вашей квартиры, по заявлению Хруснулина, равняется 81 квадратному метру. И только попробуйте сказать, что это не так. Кстати, а давайте попробуем. Просто Хруснулин и Ижи с ним нереально далеки от реальности, и в их картине мира мы действительно ни в чем не нуждаемся. Но что же на деле? Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько квадратных метров составляет ваша квартира и сколько человек занимает обозначенную площадь. Я просто хочу понять, насколько ожидания и реальность сходятся в одной точке. Я, кстати, перед выходом этой программы подобный вопрос задала на всех своих работах. И оказалось, что большинство обычных русских людей в среднем занимают двухкомнатную квартиру в 43 квадрата втроем, где в одной из комнат проживают родители, а во второй ребенок. Или же семья из пяти человек, где бабушка, мама, папа и двое детей проживают в трехкомнатной квартире в 55 квадратов. Ну, то есть очевидно, что либо Хруснулин где-то просчитался, либо мы с вами подвели. Вы, наконец, должны оправдать оказанное вам высокое доверие. Так вот, предлагаю продолжить, ну или начать челлендж под названием 27 от Хруснулина, где желающие из вас могут поделиться в комментариях количеством и качеством занимаемой жилой площади. Надеюсь, нам удастся хоть за кого-то порадоваться. А между тем, на этой неделе пропагандистку Симонян буквально разорвало от новости, что к 9 мая наши дети все еще учат стихи о героях Великой Отечественной. А как же герои с Украины? Спросила она. И призвала неравнодушных из Минобразования включить в школьную программу фронтовые стихи об украинских событиях. На это обратило внимание агентство РИА Новости. Внимание, цитата Симонян, которую приводят СМИ. Я буду биться за них, пока они не окажутся в обязательной школьной программе. Они должны быть в школьной программе. Они по силе слова ничем не хуже, чем Симонов и Твардовский. Конец цитаты. Также Симонян добавила, что сейчас к выходу готовится второй сборник военных стихов под названием «Поэзия русской зимы». Ну и типа неплохо было бы, чтобы школьники это прочли. Ну, должен же кто-то это покупать. К слову сказать, в прошлом году Симонян и ей подобные уже выпустили один такой сборник стихов. Правда, с отношением поэзии к русскому лету. И знаете, сколько он тогда стоил? А я вам скажу, на Лабиринте более 2300 рублей. Да-да-да-да, 2300 за книжку стихов о спецоперации. Сейчас, когда Рита начала пиарить выход в продолжение, цена на первый экземпляр несколько снизилась и составила чуть более 1600 рублей. Правда, неизвестно, насколько возросло количество желающих купить, потому как негативные отзывы на том же «Читай городе» почему-то сильно превосходят по количеству восторженные. Ну и, как вы понимаете, теперь становится очевидным, почему Симонян так борется с заведением в школьную программу именно этих стихов, которые выпускает именно Маргарита. Ну, потому что продавать их в розницу можно очень долго, а вот получить госзаказ на поставку в школу и тем самым решить все свои финансовые проблемы легче легкого. Хотя, если честно, в данном конкретном случае хотелось бы понять, а какую цель преследует издатель? Если распространение официальной пропаганды, то цена за это сильно завышена. Ну, потому что привыкли многие, что дают ее в России бесплатно и почти круглосуточно. Если цель – ознакомление, то цена тем более высокая. А если учесть и возрастное ограничение, а оно 16+, то и вовсе теряется весь смысл продвижения стихов именно в школы, потому как я в 16 ее уже закончила. Поэтому истинное предназначение поэзии мы, скорее всего, так и не узнаем. Но Рита старалась. Как на этой неделе старался генерал Гурулев. В своем телеграм-канале 6 мая он сообщил, что день этот полон хороших новостей и даже постарался порадоваться, поделившись этими новостями с нами. Сегодня день какой-то, аж душа радуется. Утром началось с того, что учение проводится в Южной войне по применению стратегического ядерного оружия. Шикарная новость. Давно пора. Дальше еще веселее. В основном Великобритании радостно в лоб заявили, что мы имеем право, если Кабриар не откажется от своих слов, но бить поликума объекта Великобритании во все время вообще отлично. Третья новость. Любые самолеты F-16 будут рассматриваться на Украине как носители ядерного оружия. По носителю ядерного оружия ядерный удар. И это надо сделать. Тогда моментально все горячие головы отлетят. Вот только проблема одна есть. Ведь отлетят-то далеко не только горячие головы, но и те, что не совсем молодые, и даже те, что не совсем умные, которые, видимо, не понимают, что а. ядерная война – это конец цивилизации, б. они свою жизнь прожили, а мы – нет. Поэтому у кого как, а вот у меня душа не радуется. Ни от таких новостей, ни от таких заявлений. И я даже не могу понять, почему. Это все от той гнили, что наверху. От тех сытых и толстых пи**ов, которые никогда не знали, что значит жить плохо, бедно. Хотя, послушав подобное, потом я всегда вспоминаю, что дети и жены многих наших депутатов, да и чиновников, они же в загнивающей Европе, в ненавистной Америке или в холодной Англии. Так что вряд ли туда полетят ракеты. Но забывать о том, что ядерное оружие есть не только у нас, тоже как бы не стоит. Поэтому, знаете, говорят, кошка скребет на свой хребет. Как бы и тут так же не вышло. Запугать-то запугаем, а поймать-то не успеем. Ну и еще немного о насущном. На этой неделе все пропагандистские СМИ рассказали общественности историю про бойца из ХМАУ, который за одну только ночь подбил сразу два американских танка Абрамс. Ну подбил и подбил, скажете вы. И с одной стороны окажетесь правы. Но нет. Герой ожидал другого. А именно обещанных ему когда-то двух миллионов рублей, которые за уничтоженные танки предлагал лидер группы землянин Владимир Киселев. Но землянин дал заднюю. И сообщил герою, что денег за Абрамсы не обещал. Ну типа деньги есть, денег не жалко, но только на леопардов. Вот тогда-то и начался вой в духе. Не землянин ты нам больше и не брат. Ведь тут сколько угодно можно отпираться. Но интернет-то помнит все. Мы победители и лауреаты премии ИРУ-ТВ свой денежный эквивалент в размере миллиона рублей каждый передаем нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения, на линии, в общем-то, мягко говоря, войны. И поэтому каждый подбитый, каждый завоеванный танк «Леопард» и «Абрамс» мы будем премировать. Ну, теперь даже интересно, как Лже Владимир будет отпираться на этот раз. Он вроде в таком почтенном возрасте, когда опыляться принципом «все пообещали и я пообещал» уже не гоже. Но и терять лицо тоже, наверное, неправильно. Боец старался, кредиты свои уже мысленно закрыл, а ему на выходе деньги деньгами, а песня всегда приятнее и вживую затянут известную когда-то мелодию. «Поверь в мечту! Поверь в мечту!» Хотя, чего это я так ополчилась на дедулю? Пенсию-то ведь просто так не дают. Ну, забыл, ну, с кем не бывает. Хотя уверена, что если сейчас Киселеву задать вопрос, не хочет ли он отправить своих последних двух сыновей на СВО, уверена, что и память сразу проснется, и голова сразу лучше заработает. А там и до выплат дело быстрее дойдет. Хотя, если вспомнить подобную историю с Ахлобыстином, то там тоже вроде все прошло не так гладко, как хотелось бы, и обещанные деньги были выплачены только тем, кто был первым. Но поймав волну хейта, Ахлобыстин тут же пообещал найти спонсоров и на остальные подбитые танки. И если это не случится, то трава у дома завянет далеко не только у землянина. Но, по крайней мере, эти хотя бы стараются, хотя бы что-то обещают. А вот истинные патриоты типа Миллера, Потанина, Мордашова или Лисина, например, из своих миллиардных окопов не кажут даже и носа. Но оно и понятно, в таких суровых санкциях самим бы на макарошках, ну как-то выжить. Вот такое, друзья, была часть уходящей недели. О том, что еще произошло, я расскажу в своей второй итоговой программе, увидеть которую вы сможете либо на нашем канале Ермак Медиа, либо на Бусти. Переходите по ссылке в описании, и мы точно не потеряемся. Кстати, еще мы есть на Яндекс.Дзен и Телеграм. Ну, а у меня на этом все. Увидимся. Всех люблю. Пока-пока.